всем привет очень я очень рада что меня пригласили прочитать здесь курс и ну вот опять сейчас да мой курс будет про структуры данных на основе наказания значит я заранее извиняюсь мои слайды будут на английском я буду говорить по-русски вот я заметила что вообще народ пугается языка почему-то но мне кажется что нечего здесь пугаться английского потому что ну по крайней мере про эти штуки точно говорят по-английски обычно на слайдах не знаю я вот заметила что у нас просто появилась сейчас английская магистратура в смысле появились студенты которые не говорят по-русски и вот такой эффект замечательный когда на спецсеминар заходят значит человек который не говорит по-русски мы все переключаемся на английский и тут же все остальные так ходишь и уходит на следующий паре вообще никого нет ну да там ребята бакалавры 3 4 курса ушли такие дружно вот мне кажется что это не очень не очень хорошо не надо так вот в частности ну я просто не очень понимаю зачем вот это все переводить потому что но опять же например если вы поедете там северную европу вы увидите что почти все люди говорят по-английски там хорошо а почему они говорят по-английски потому что никто не переводит голливудские фильмы вот хочешь смотреть как-нибудь американский фильм учи английский вот но я буду говорить по-русски я буду писать по-английски скорее всего вот значит о чем мы будем разговаривать это примерное расписание которое я надеюсь которому следовать но возможно изменения значит мы спасибо вот на 1 здесь для части вот первые три и последние первые три пункта это про собственно имплементации разные бинарных деревьев поиска и всякие разные проблемы которые связаны с ними в общем почему я думаю что об этом важно поговорить потому что тут есть очень старый и очень всем хорошо известные результаты есть проблемы которые до сих пор открыты и возможно так бывает иногда с проблемами они все восьмидесятых в общем их находят они становятся открытыми а потом ну лет через 30 какие-то другие области или какие-то другие идеи появляются и других областях и уже можно их на самом деле решить хотя там раньше они были сложные мне кажется что правильно не очень забывать про эти штуки вот а вторая часть это собственно такие два не два больше базовых элемент базовых инструмента которые можно в общем что можно сделать со структурой данных которые у вас есть вот у вас есть структуры данных которые основаны на указателях а вы хотите там заглядывать в прошлое этой структуры данных вот как вам наделить ее такой способностью за не очень дорогое время так хорошо значит да ну про источники я буду разговаривать еще отдельно самая лучшая книжка по алгоритмам и структурам данных на все времена по моему это корман его издавали три раза это я с моим корманом который когда я училась на матмехи собственно руководитель наш который читал нам алгоритмы он каким-то образом убедил меня купить книжку вообще это очень нетривиально я обычно книжки не покупаю но вот корман у меня есть он путешествовал со мной везде и я встречала людей в других там городах и странах которые тоже путешествовали своим русским корманом ну не все далеко не все о чем будем говорить есть в кормане просто здесь мораль такая если есть какой-то вопрос или ну какая-то тема о которой вы хотите узнать сначала надо посмотреть в кормане если там нет тогда уже дальше вот часть из того о чем я буду говорить есть в книжке патта морина которая называется open data structures а да тут закрылось ну тут понятно да это страх через значит это open source книжка они ее поддерживают да ну и так далее так хорошо вот это было в маленькое введение теперь значит давайте перейдем к сути и суть у нас такая мы хотим да ну зачем вообще нужны структуры данных ясное дело у нас очень много информации вокруг там все компьютеризированы и так далее мы хотим вот эти вот огромные массивы я не знаю данных огромное количество данных хранить как-то обрабатывать так чтобы например если мы знаем что мы будем выполнять не какую-то операцию очень часто чтобы ее делать быстро вот значит в частности очень часто возникающая везде задача вот у нас есть какой-то так не делается а вот отлично у нас есть набор элементов набор чисел скажем да x1 x2 и мы и мы что хотим с ним делать мы хотим делать ну допустим здесь напишу да мы хотим делать find то есть спрашивать если в нашем наборе какое-то число которое нам пришло мы хотим делать insert вставка и удаление ну вот в общем очень понятный набор действий которые мы хотим делать но немножко больше на самом деле я сейчас покажу вот поиск минимум максимум предшественник последователь предшественник последователь предшественник последователь предыдущий предыдущий да ну insert делит хорошо потому что мы хотим чтобы наш набор был динамичен а ну вот какие вы знаете структуры данных которые умеют это делать хорошо наверняка ведь какие нибудь знаете эффективно что да линк лист search 3 вот мы будем говорить о деревьях в частности о бинарных деревьев что они конечно бывают не только бинарные давайте сначала поговорим о них значит что такое вообще дерево так я сюда передаю значит у нас есть дерево tree и что у него есть у него есть корень также у него есть узлы каждого узла есть собственно ключ этот тот кусочек данных которые мы там собираемся хранить а отец родитель ну и если это у нас все-таки бинарное дерево то будет левый и правый ребенок окей буду резовать зелененьким мне кажется что эти вещи проходят в школе наверное правда ну вот это собственно корень это все листья ну и каждый каждый узел знает кто его родитель кто его левый и правый ребенок отлично отлично теперь у нас еще есть такие вещи которые мы с вами должны помнить вот допустим у меня есть узел вот этот у него есть у него есть депт глубина и хайд высота значит что такое глубина узла сколько нам нужно пройти узлов от него до корня высота это высота самого большого пути то есть длина самого большого пути от него до листа то есть понятно они могут быть разные допустим тогда высота будет вот такая отлично ну у дерева тоже есть собственно высота это просто длина самого это высота корня ну так что то еще больше ничего ну вот если у нас есть да а еще размер важно размером будем считать количество узлов в под дереве вместе с тем самым узлом да значит сайс вот это у нас икс равен скольки отлично правильно вот ну и собственно размер дерева это размер в общем количество всех 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 узлов замечательно мы хотим с помощью вот нашего бинарного дерева поиска уметь отвечать уметь в общем делать то что мы собирались поиск ставка и удаление ну вопрос вот сколько нам потребуется времени было уже на слайдах кто-то не спал значит сколько нам потребуется времени на то чтобы сделать поиск например в нашем бинарном дереве логарифм высота дерева высота дерева логарифм n нет потому что дерево на самом деле у нас еще пока не балансировано вот за высоту дерева мы можем сделать в общем то все из того что мы хотели мы можем пойти просто влево 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 найти минимум мы можем пойти вправо 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 и найти максимум мы можем там искать ни минимум ни максимум а то что нам скажут замечательно ну вот высота дерева собственно может быть линейной в теории потому что ну как мы делаем вставку в наше дерево мы ищем ну скажем какой-то там лист которому мы можем в качестве левого или правого ребенка наш новый узел вставить ну и если кто-нибудь злой нам будет какую-то такую последовательность злов давать то мы можем в общем то в итоге соорудить что-нибудь вот такое оно будет вот линейной высоты да ну собственно хотелось бы этого избежать для этого придумали дерево балансировать ну вот здесь вот у нас все от высоты зависит а балансированном дереве это будет логарифмом то есть дерево балансировано замечательно мы хотим и это цель да чтобы все наши операции выполнялись за логарифм так а где здесь тряп мы тут все время говорим про оценки в худшем случае сейчас да значит вот например имплементация балансированного дерева красно-черное дерево его наверное проходит в университете может быть уже в школе я не знаю не все не все не там не там окей оно есть в кормане вот в кормане значит оценки все в худшем случае да значит какая там самая глобальная идея вот в этих красно-черных деревьях мы хотим действительно чтобы вот каждый раз когда нам приходилось идти от нашего корня к листу мы тратили не больше чем логарифм времени и поэтому мы будем поддерживать высоту поэтому каждый раз когда мы модифицируем дерево мы будем выполнять еще дополнительные операции чтобы балансировать дерево вот какие дополнительные операции из чего состоят дополнительные операции в красно-черном дереве смена цвета перевороты ну вот rotation я думала вращение переворот поворот не переворот окей в общем а я вот напишу rotation значит у нас есть скажем так x y и у них под деревья есть еще и мы хотим сделать rotate y ну отлично у нас будет так теперь под деревья те же самые то есть это а b c это а а это у нас x y значит у нас не изменилось в общем-то почти ничего вы перевесили на x а y назначили 2 да ну вот с помощью таких то есть утверждается что в красно-черном дереве мы просто делаем то что мы бы хотели сделать просто в binary search 3 когда мы вставляем удаляем элемент а но плюс мы еще делаем несколько таких вот переворот что вращений вращений причем константное число ну и более чем логарифм по крайней мере и все будет хорошо и потом у нас будет инвариант который значит говорит нам о том что высота дерева логарифмическая замечательная замечательно вот когда я проходила это на матмехе я не помню на каком курсе собственно эдуард алексеевич меня учил и значит я помню что было у нас колоком и мы должны были рассказывать про красно-черные деревья значит вот я очень хорошо помню что он говорил хорошо удаление бог с вами не рассказывайте потому что там вот случаи вот там вот все вот так вот ну то есть там на самом деле не так тривиально вот это все имплементировать удаление в красно-черном дереве так чтобы у нас все работало хорошо вот значит красно-черные деревья были придуманы если я не ошибаюсь в 1972 году и казалось бы ну они работают в общем оптимально потому что ну что если у нас есть n элементов как еще нам в общем хранить их в дереве чтобы меньше чем за логарифм что-то делать ну вот это непонятно в худшем случае у нас все равно будет занимать логарифм однако я вам расскажу альтернативное имплементацию балансированного дерева значит дерево козлов отпущения кто видел такое дерево? окей хорошо я рада значит я расскажу вам что-нибудь новое потому что про красно-черное дерево я верю что ну все знают более-менее по крайней мере да я точно не расскажу это лучше чем Корман значит окей дерево козлов отпущения появилось в 1993 году и между прочим один из авторов статьи там два автора один из авторов это один из авторов книжки Кормана Рональд Ривист по-моему так да это третий автор книжки Кормана значит какой результат там ну вот это все делается за в худшем случае логарифм то есть все все что мы делаем в смысле поиска там предисесор с аксессор минимум максимум search а вот модификации дерева делаются за ага это не видно амортизированное логарифмическое время в худшем случае что такое амортизированное время кто знает окей значит я буду в конкретном случае в этом доказывать все общая идея ну вот как я ее люблю себе представлять вот у нас допустим есть автобус и мы катаем туристов по Петербургу я не знаю и вообще говоря одна поездка стоит ну что время водителя время экскурсовода бензин все амортизация автобуса амортизация автобуса допустим мы же ну как бы не очень умные да вот мы так вот посчитали время водителя время экскурсовода бензин все и мы стали значит просить у туристов вот ровно столько а в какой то момент автобус взял сломался вот и нам нужно значит его починить да и ну мы же не можем попросить теперь у туристов у следующего туриста просто там на десять я не знаю тысяч больше чем у предыдущего просто потому что теперь нам нужно починить автобус да ну как бы мы будем поумнее мы будем у туристов то просить у всех одинаково но с расчетом на то что как бы вот когда нам придется подчинить автобус и когда нам придется его помыть и когда когда, я не знаю, кто-нибудь там заболеет и придется его заменять, значит, у нас на все это хватило денег. Ну а для туристов это все будет примерно одна и та же стоимость, и вот это и есть амортизированная стоимость. То есть, значит, мы будем выполнять какие-то последовательности операций, мы будем говорить, что амортизированная стоимость удаления вставки логарифм, тогда как иногда удаление и вставка будет занимать больше времени, иногда меньше, но, значит, суммарно в нашей последовательности операций мы не потратим более чем, значит, столько, сколько мы попросили на самом деле нашей амортизации. В общем, мы к этому вернемся, мы будем это доказывать. Есть вопрос. Да, вот у красно-черного дерева получается форс-кейс, он будет удалить модель, и это, получается, уже включена амортизация, то есть это уже лучше сценарий. Красно-черное дерево в чем-то лучше, чем дерево козлов отпущения. Нет, смотрите, в красно-черном плюсы красно-черного такие. Вот когда бы я не дала вам дерево, когда бы вы не решили вставить там что-нибудь, вы в любом случае потратите логарифм. В дереве козлов отпущения это не так, так что в каком-то смысле дерево козлов отпущения хуже, да, иногда вставка будет быстрая, иногда вставка будет вообще медленная, или удаление. Однако оно все равно лучше, то есть его придумали и позже, и вообще оно лучше другими вещами. Во-первых, нам не всегда нужно, чтобы конкретная операция, всегда каждая, стоила столько-то, да. Мы, допустим, согласны, что иногда мы будем тратить больше, надо меньше, но, в общем-то, каждый раз, когда мы рассматриваем какую-то довольно большую последовательность операции, у нас все в порядке, то есть это не всегда очень плохо. Что хорошего в дереве козлов отпущения? Во-первых, имплементация там очень простая, то есть там все проще, чем красно-черное дерево, которое я не рассказывала на самом деле, я не рассказывала, как там, как именно делать ротации, вот эти вот и вот проще, да. Это раз, два, значит, когда мы имплементируем красно-черное дерево, мы к дереву, собственно, ко всему, что мы и так храним в binary search tree, да, мы добавляем еще цвет, то есть у каждого узла должен быть цвет, это плюс один к каждому-каждому элементу, а в дереве козлов отпущения у нас плюс один только к дереву, ну плюс два, то есть мы никак не модифицируем, собственно, то, что мы хранили в узлах, не добавляем новых каких-то флагов или еще что-нибудь, то есть, ну оно по, как это, по памяти оно меньше памяти занимает, да. Вот, то есть на самом деле, ну ни одно из них не лучше другого, одно лучше в чем-то, другое лучше в чем-то. Хорошо. Ну вот дальше я хотела уже начать рассказывать про дерево козлов отпущения. А, да, я еще скажу, что я вам расскажу еще одно дерево, которое еще хуже, чем дерево козлов отпущения, в том смысле, там все абортизировано. Оно называется Splaytree, там на самом деле я видела в русской википедии, его перевели как расширяющее, может быть это правда? Так и надо? Я не знаю. Вот. Ну вот оно вообще замечательно много чем, и мы об этом потом поговорим, но это уже будет на второй лекции. В частности, там есть открытые, открытые задачи, которые с ним связаны, и вот на которые я хотела обратить внимание людей. Хорошо. Значит, ну сейчас можно, наверное, сделать пятиминутный перерыв, а потом мы начнем разговаривать про деревья козлов отпущения. Значит, вот, а вот такой вот видно? Если очень постараюсь. Если очень постараюсь. Если очень постараюсь. Ну вот. Ну что ж такое-то? Ладно. Значит, деревья козлов отпущения, наша цель уметь делать, уметь делать search за в худшем случае. логарифм N модификации за амортизированное, тоже в худшем случае, логарифм. Вот. Это то, что мы хотим. И мы хотим все как бы делать в рамках бинарного деревопоиска. Но будет оно у нас работать не как красно-черные деревья, а по-другому. Значит, идея следующая. Нам для того, чтобы достигать логарифмических здесь оценок, нам нужно, чтобы дерево было сбалансированным. И мы сейчас введем понятие баланса. Интересно. Значит, мы скажем следующее. Что узел сбалансирован по весу. Если, значит, weight balanced… А, да, я совсем забыла. Нам нужно обязательно сначала зафиксировать константу… Это видно. Зафиксируем константу альфа от одной второй до единицы. Одну вторую можно, а единицу нельзя. Вот какое-то число. И, значит, у нас будет… В общем, у нас есть константа альфа. И мы говорим, что узел x альфа сбалансирован по весу. Если размер левого под дерево икса… Значит, сейчас, меньше, чем размер под дерево икса. Альфа… И здесь мы должны… Слева неравенствую скобочку и воздух закрыть. Да. И правда. И здесь мы должны где-то поставить альфа. И я что-то… Да. Ну вот, собственно, альфа здесь. Меньше либо равно альфа умножить на размер всего дерева. Да. То же самое с правым. Так. Значит, хочется нарисовать сразу примерчик. Ну, то есть если альфа до второго или близко к одной второй, то это очень жесткое условие на балансировку. А если близко к единице, то очень мягкое. Действительно. То есть когда у нас альфа равно одной второй, это просто… Ну, то, что называется perfectly balanced binary search tree. Я не знаю, как это по-русски. Совершенно забронсированное. Ну, самое лучшее, в общем, что мы можем сделать. Так. Значит, вот у нас есть дерево. Такое. Значит, у него количество узлов 10, правильно? Раз, два, три. Насчет того, что там сбалансировано, что не сбалансировано по весу, вот вы можете подумать сами. А я веду еще одно определение. Значит, ну, во-первых, если все узлы будут сбалансированы по весу, то мы будем назвать дерево тоже сбалансированным по весу. Значит, я скажу так, что… Надо соблюдать color code. Если… Если для всех узлов выполнено, скажем так, x… Вот это. Значит, еще раз. Дерево сбалансировано по весу, если все узлы сбалансированы по весу. Теперь давайте подумаем. А вот если у нас дерево сбалансировано по весу, насколько высоким оно может быть? Какая у нас будет максимальная высота? Ну, в зависимости от альфа, естественно. Height – минус 1. А, что такое height? Ну, высота полностью несбалансированного дерева. Ну, полностью несбалансированное дерево – это понятно, что это просто… Минус 1. Так, ну, хорошо, давайте посмотрим. Вот мы расположили n узлов вот так вот. Ну, скажем, минус 1, то есть это мы вот так сделали, да? И здесь у нас n. А будет ли это альфа сбалансированным? Ну, скорее всего, узел не будет альфа сбалансированным. Правда? Например. То есть у него здесь n минус 1, сам он n, а мы хотим, чтобы у нас n минус 1 было меньше либо равно, чем альфа умножить на n. Но если у нас альфа одна вторая, скажем, то это неверно, правда же? Но она же может быть между одной второй и единицей. Нет, мы зафиксировали константу альфа. То есть… Она сейчас одна вторая. Нет, 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 она какая-то, но мы теперь в зависимости от нее будем строить нашу структуру. То есть она может быть одной второй. Как это сказать-то? Ну, понятно, понятно. Ну, в общем, понятно, да. Так какая высота в зависимости от альфа? То есть альфа нам кто-то дал, и мы его не можем изменить. Лог 1 альфа от n. Правда. Всем ли понятно почему? Я могу объяснить. Значит, почему это так? Вот мы стоим в корне, да? И нам разрешено… Вот, допустим, слева у нас будет большое под дерево, а справа маленькое. Вот самое большое, самое маленькое. Мы рассмотрим самый худший случай. Самое несбалансированное дерево. Нам разрешено здесь поместить альфа, большое такое под дерево, и здесь будет альфа на n, да? Ну, а здесь то, что осталось. Дальше. Опять делаем то же самое. Здесь у нас будет большое под дерево и маленькое. И вот здесь у нас будет альфа умножить на альфа на n. Ну и так далее. Будем спускаться. Да? И вот самый у нас длинный путь от корня до листа будет, собственно, вот, самый левый в нашем построении, да? И высоты он, собственно, и будет вот этой. Правда ли? Вот. Хорошо. Значит, у нас будет новое определение. Еще одно. Про баланс. Дерево у нас будет называться сбалансированным по высоте. Ну, как вы думаете, в каком случае? Ну, будет, может быть, полный. Ну. А всем видно вот здесь, на этом уровне? Вы так заглядываете? Ну, вот. Так все же. Если там сайт на хейт поменять? Если сайт поменять на хейт. Ну, вообще нет. Хочется просто… Ну, вот почему мы спрашивались, задавались вопросом, какой же максимальной высоты будет дерево, если оно сбалансировано по весу. Ну, вот мы хотим, чтобы оно, в общем-то, и было такой высоты. Правда? Значит, мы просто скажем, что оно сбалансировано по высоте, если высота дерева меньше либо равно, чем то, что мы сказали. Логарифм. Одна альфта n. Ну, и нам нужно взять то, что называется floor, а у нас, видимо, называется оно целая часть. Ну, потому что не целых высот у нас не бывает. Тут без всякой там расфиксированной константы, то есть тут просто логарифм и все. Здесь альфа. Ну да, это альфа. Да, да, это не большое о, это просто вот так. Хорошо. Значит, у нас будет… Вот мы хотим таких вещей. Во-первых, мы еще… ну, из нашего, собственно, только что, нашей дискуссии, мы знаем, что если оно сбалансировано по высоте, то… Нет. Что? Если оно сбалансировано по весу, то оно сбалансировано по высоте. Да. Значит, я где-нибудь здесь поставлю знак. Я сотру вот это вот дерево и поставлю здесь знак. Сбалансировано по весу, значит… Вот. Сбалансировано по высоте. Отлично. Теперь я расскажу идеи. В общем, это важно. И теперь я расскажу идеи. Значит, мы будем искать так же, как… Значит, а, во-первых, мы будем поддерживать инвариант, что наше дерево будет сбалансировано по высоте. Ну, иногда там будет еще плюс один. Ну, просто это тот случай, когда мы будем замечать, что что-то не так и начинать это чинить. То есть наш инвариант здесь будет такой. Я его назову инвариант 1. Значит, синеньким напишу, что высота дерева. А еще я вот это вот обозначу большое H. Так. Большое H – это просто целая часть от логарифма. По основанию 1 альфта от N. Значит… Будет ли объяснено в честь каких-то подпущений названо это дерево? Конечно. Ждите. Значит, высота дерева должна быть не более чем H плюс 1. Где плюс 1 здесь просто вот от того, что… Мы вообще-то хотим H, но иногда у нас случается что-то плохое, и мы тогда будем, значит, что-то делать с этим. Так. Хорошо. У нас будет еще один инвариант. Ага. Но я про него скажу дальше. Значит, идея такая. Из-за того, что у нас вариант такой всегда, понятно ли, что поиск будет уже… то есть вот это мы уже удовлетворили. Ну, у нас логарифмическая, да, отлично, замечательно. Да, все зависит от константы альфы, но она константа фиксирована с самого начала, поэтому ничего здесь плохого нет в этом. Да, и оно будет в худшем случае не амортизировано. Однако нам нужно теперь еще сделать вставки удаления, да, чтобы поддерживать хотя бы этот инвариант. И идея будет такая. Значит, мы будем делать вставки так же, как в бинарном дереве поиска, по-обычному, плюс иногда делать частичное перестроение дерева. То есть у нас не будет ротации никаких, у нас не будет вращений, у нас будет перестроение дерева. А удаление тоже мы будем удалять как в бинарном дереве поиска, но иногда, значит, у нас будет вообще глобальное перестроения всего дерева, когда мы удаляем. Естественно, это надо пояснить. Хорошо. Здесь у нас есть баланс, здесь у нас есть пример. Да, вот это я могу стереть. Мы должны сказать, что же мы будем хранить. Вот у нас есть, так как мы говорим, что наше дерево это бинарное дерево поиска, у нас должно быть то, что есть в бинарном дереве поиска. Значит, ну давайте здесь будем об этом писать. Значит, у дерева есть корень. Дерево есть корень. У узла есть левое ребенок, правый ребенок. Родитель. Все. Мы будем еще хранить дополнительно. Вот как я и обещала, здесь мы ничего дополнительного не будем хранить, а здесь мы будем хранить дополнительно. Здесь мы будем хранить дополнительно, значит, размер дерева. и еще одну переменную. Макс, максимальный размер дерева. Все. Вот эти две, это дополнительные переменные. пока что можно так себе это представлять, что у нас между разными перестроениями дерева максимальный размер мы замечаем, и он у нас должен, от него будет зависеть, перестраиваем мы дерево или нет. Я сейчас это поясню. Значит, вот инвариант второй у нас теперь будет еще вот с этими двумя переменными. Инвариант второй здесь. Так, значит, размер дерева зажат между максимальным размером и альфа умножить на максимальный размер. Так, да, все правильно. Вот это мы тоже будем поддерживать. Это второй инвариант. Там тоже целые части берутся, ну, по крайней мере, снизу. Где, где, где? Да. Ну и... Просто если я уже, наверное, довольно близко к единице, то там получается, что выбора никакого нету, что размер должен совпадать с максимальным. Хороший вопрос. Ну, давайте запомним это и посмотрим, потому что казалось бы... Ну, наверное, ничего не пострадает во всей конструкции, если здесь взять целую часть. Вот. Ну, да. Окей. Значит, хорошо. Теперь мы... Вот мы определили, что мы храним. Мы определили два инварианта, которые мы будем поддерживать. И теперь нам нужно, собственно, понять, как мы будем вставлять, удалять элементы. Как мы будем искать, мы тоже уже рассказали. Хорошо. Так, где бы мне написать это? вот здесь, видимо. Они доски сейчас переворачиваются, одна есть, может быть, даже белая. Они обе зеленые. А, обе зеленые сейчас. Да. Ну, здесь не хочется переворачивать. Ладно, давайте пока здесь напишем, потом посмотрим. Значит, удаление. Как я и обещала, мы сначала делаем обычное удаление. Я его назову просто BST delete. Ну, оно, естественно, тоже есть в кормане, если кому-то интересно. Ну, так как наше дерево это бинарное дерево поиска, мы, конечно же, можем сделать обычное удаление. Потом, так как мы храним size, нам нужно size уменьшить. Теперь. Все ли хорошо? Или что-то нужно сделать еще? Вариант 2 проверить. Проверить на вариант 2. Действительно. Что может случиться? Здесь можно что-то сломать? Пока нет. Нижняя граница может сломаться. Вот эта граница может сломаться. И правда? Значит, так, если нижняя граница сломалась, альфа умножить на макс size стало больше, чем size. Ну, хорошо, T надо писать. Стало больше, чем size. от T то, то то мы просто возьмем и перестроим все дерево. Вообще. Нафиг. С нуля? С нуля. Вот. Значит, пишем мы так. Rebuild root от T. При этом мы не заморачиваемся. То есть, если нам нужно еще только в памяти, мы ее берем. Это упражнение. Утверждается, что необязательно использовать плюс еще столько же памяти. То есть, очевидно, что можно это сделать, вот эту операцию, просто занести все наши узлы, все ключи, да, в отдельный массив, а потом построить, значит, по массиву дерево. И, собственно, мы хотим здесь, вот от этого дерева, когда мы его перестраиваем, мы хотим одно второе weight balanced дерево. Самое лучшее, раз уж мы перестраиваем. Вот. Идеально сбалансировано. Идеально сбалансировано. Значит, как это сделать? Ну, вот можно подумать о том, как это сделать за меньше, чем еще плюс столько же размера памяти, да? Вот. Ну, и теперь, собственно, нам нужно max size проапдейтить. Значит, max size – это будет просто size-то. Ну, ладно, пусть будет так, присвоить. Ну, и здесь t вообще, по идее. Вот. Это все, что мы делаем в удалении. Значит, почему это будет хорошо и быстро работать, это мы еще докажем. Значит, теперь нам нужно… Нам осталось только вот… Ой, господи, здесь же еще… Нам осталось только вставку, да? Ну, придется нам, наверное… На зеленый маркер они будут писать. На зеленый маркер они будут писать, но у нас есть mail. Да. Да, наверное, лучше так, чем стирать. Значит, мы хотим вставить… Пристирание, если делать rebuild. Ну, да, или partial rebuild. Итак, мы хотим вставить, ну, какой-то, в общем-то, нод, узел. Ну, мы конструируем какой-то узел, и вот его собираемся вставлять. Значит, как вы могли догадаться, BST insert. Что дальше? Проверить вариант 1. Ну, для начала мы еще размер увеличим. Мы же вставили новый узел. А дальше мы должны проверить инвариант 1 действительно. И если у нас инвариант 1 сломался, то, внимание, он может сломаться только на том самом пути из корня во вновь вставленный узел. Правильно? Значит, поэтому нам, собственно, ну, мы должны проверить, не правда ли, что депт от нашего икса равен h плюс 1. То есть это вот, ну, он еще не сломался, но уже почти. Значит, в этом случае тут-то мы и начинаем... Другой вопрос. Под вопросом у нас. То есть, если так, то нам нужно что-то сделать, да? Срочно. Значит, а теперь, собственно, мы вернемся к вопросу, почему же дерево так названо. В общем, у нас проблема, мы будем, значит, подниматься, да, подниматься по пути из нашего проблемного узла в корень и искать козла отпущения. Найдем козла отпущения и заставим его все под дерево переделывать. Вот. Давайте это формализуем. Значит, я скажу, что x1, ну, x0, да, x равно x0. Это так просто. x0, x1, xk. Это путь, ну, путь в корень от нашего икса, да? И, значит, козел отпущения. Ну, вот есть ли какие-нибудь версии, кто у нас будет на этом пути козлом отпущения? Корень. Если корень, то это не очень хорошо, потому что мы каждый раз будем переделывать все дерево, как это, перестраивать все дерево, да? Первый, у кого высота в другом подделе меньше, чем h. Ну, вот, действительно, это, собственно, теперь мы посмотрим сюда. Первый узел, который не альфа-сбалансированный. А, по весу? Да, мы хотим так. Первый встреченный. Первый встреченный на пути. Верно. Да, то есть, scapegoat, ну, допустим, xe, да, это scapegoat, если, и только если, xe, это первый. Первый узел на пути такой, что, значит, xe не альфа-вейт-баланс. Вот, нашли мы его. Замечательно. Значит, и мы говорим ритм. Ребилд от этого вот scapegoat. Ну, я здесь просто xe его уже обозначила, допустим, так. Ребилд xe. Надо ли нам еще что-то сделать? Правую половину варианта 2 надо проверять? Правую половину варианта 2. В ходе доказательства может оказаться, что она никогда не наружится, но этого, кажется, буду неочевидно. Сейчас, значит, мы, а, хорошо, да, нет, правильно, мы здесь просто, мы обновляем max-size. На самом деле, когда мы обновляли size, мы еще и обновили max-size. Макс-size будет максимум из size и max-size. То есть, если мы перешли, ну, больше, чем… Да, вот, поэтому с варианта 2 все в порядке. Хорошо. Все ли понятно по поводу вот процедур? Или есть какие-то вопросы? Где ребилд? Где ребилд? Ну, ребилд. Ребилд, да? Ну, таксюда не очевидно, что после ребилда у нас высота выйдет с того на h. Да, это про корректность. Значит, у нас два вопроса. Я думаю, там, формальный вариант-то не нарушен, потому что у нас h плюс 1, но вроде как нам, чтобы все это жило долго и счастливо, нам нужно, чтобы было h, и, соответственно, непонятно, после ребилда получится h или останемся с плюс единицей. Да, это правильный вопрос. Ну, смотрите, хорошо. Значит, мы когда делаем ребилд, у нас что? У нас есть несбалансированный по весу какой-то узел, да? У него там есть одно под дерево, второе. И мы из вот этого вот дерева делаем идеально сбалансированное, да? Ну, утверждается, что высота этого хотя бы на единицу меньше, чем высота этого. Ну, в принципе, да. Интуитивно, интуитивно, да. То есть, получается, если мы нашли козловое впрещение, значит, мы как минимум на одну вершину не дошли до корня. Это может оказаться корень. А тогда почему он уменьшится? Ну, потому что мы же... Смотрите, здесь просто несбалансированное дерево, а здесь идеально сбалансированное дерево. А, ну то есть, оно было несбалансированное, а зачем оно как минимум уменьшится, чтобы стать сбалансированным? Да, чтобы стать идеально сбалансированным, а как минимум на один уменьшится. Это правда, это действительно к доказательству корректности. То есть это самый большой здесь вопрос, почему же у нас вообще будет козёл отпущения? Не очевидно. Докажем. Сейчас только вот с Rebuild ещё раз разберёмся. Значит Rebuild предлагается сейчас в лёгкой версии делать так. Вот у нас есть наше несбалансированное дерево, которое мы хотим перестроить. Либо это всё дерево, которое мы хотим перестроить здесь, либо это под дерево, козла отпущения. Мы просто возьмём, запишем все, то есть мы заведём отдельный массив, запишем туда все наши ключи по возрастанию. Это мы можем сделать залинейное от количества узлов здесь, потому что мы будем обходить его, например, inOrderWalk. запишем, а потом будем… Теперь у нас отлично, мы знаем размер здесь, мы просто будем говорить, давайте возьмём средний элемент, поместим его в корень. Давайте возьмём здесь средний элемент и поместим его дальше. Ну и так далее. И это всё у нас будет работать за what size от… ну если это x, то это x. значит можно подумать о том, как это сделать, ну не задействуя так много памяти, но мы сейчас здесь не будем об этом думать. Это можно подумать в качестве упражнения. хорошо, значит вот у нас есть delete, insert, а по корректности, казалось бы, осталось только доказать нам, что вот у нас найдётся козёл отпущения. Давайте докажем. Для этого, я думаю, нам можно даже перевернуть, значит, корректность. Ну вот одну маленькую часть корректности мы уже поговорили про то, что у нас высота меняется, вторая часть, которая не такая маленькая, значит, если мы вообще делаем вот этот rebuild, да, то есть если у нас depth от x, ну скажем, h плюс 1, где h, мы вспомним сейчас, да, это ниже, это целая часть от логарифма одной альфты от n, то на пути есть козёл отпущения. Ну да, так как у нас здесь написано, что такое козёл отпущение, я позволю себе просто написать. Вот, такая лема. Ну докажем от противного. Допустим, нет, козлов отпущения. Значит, что это значит? Это значит, что все узлы на пути от x к корню сбалансированы по весу. Давайте, не знаю, вспомним, что это такое. Значит, вот мы говорим x и ты, так, вот я сейчас здесь путь обозначу, так вот, допустим, мы вставляли этот, да? А, да, вот если мы сейчас ставим, то есть давайте так, проверим, что вот это ещё сбалансировано по высоте, а вот если мы вставим ещё один другим цветом, то вот тут-то у нас и проблема, да? Ну у нас было 10, стало 11, а высота 6. В общем, можно посчитать. Ну и теперь, значит, мы идём, да? Мы идём, идём, идём. И кто у нас здесь козёл отпущения? С какой альфа мы работаем? Да, с какой альфа мы работаем, конечно. Вот с этой. Сбалансирован ли у нас корень по такой альфе? А сбалансирован ли у нас корень? Нет. Нет, нет, но это нормально. А, это не обязательно? Это не обязательно. Мы тут вот, на самом деле, на пути может быть много этих несбалансированных услов, мы первые ищем. Не-не, понятно, просто сейчас у нас вариант, сейчас вариант 5, а у нас вариант 2. Вариант 1 и вариант 2. Ничего про weight balance нет. Так. Значит, ну, тут, по идее, должно бы быть вот этот. Сейчас. Значит, здесь у него 1, 2, 3, 4, 5. 5 седьмых. Правда или нет? Ну, давайте модифицируем пример, чтобы точно было правда. Если я сюда добавлю еще один. Вот так вот. Ну, этот явно должен быть несбалансированным. Козел. Опущение. Вот. Так вот, значит, это у нас x0, x1, x и t, а это xk, который корень. И, значит, мы предполагаем, что вот у нас не нашлось на нашем пути козлов отпущения. Значит, так, мел, значит, x, да, weight balanced. Что? Size x и това, значит, будет меньше либо равен альфа на size от x и минус первого. Правда? Это просто, значит, условие того, что у нас, собственно, x и минус первой, да, он сбалансирован по весу. Ну, одна часть. Нам, собственно, важно только на… У нас номера растут вверх. Номера растут вверх. Ноль, один. Сейчас. А по идее, что размеру бывает? Наоборот, размеры минус первого не превосходят? Размер x и минус первого, да. Правда. Интересно, а тряпка для этой доски-то есть? Вот. Нет, вверху, скорее всего, там в планке. Я думаю, что она похожа на тряпку для меловой доски. А, да, вот я вижу все. Окей. Хорошо. Теперь мы просто возьмем, пойдем от нулевого x и до самого корня, и будем, ну, применять это неравенство, да. То есть, сайз от x нулевого меньше либо равен альфа на сайз от x первого, а тот, в свою очередь, меньше либо равен альфа на сайз от x второго, а тот и так далее. И, собственно, мы депт от x нулевого раз это сделаем, и здесь будет сайз от дерева. Так, ну, что-то здесь пошло не так, потому что это у нас равно единице, так как x нулевой это корень. x нулевой это добавлен элемент? Добавлен элемент. Ну, вот, после того, как он добавился, он корень, и, да, в его поддереве он единственный элемент. А, в своем поддереве. В своем поддереве, да. Вот. Депт, да, равен альфа плюс один. Ну, и здесь должно быть дальше противоречие. Давайте поймем, какое. Ну, точнее, так, можно даже так не делать, а просто прийти к противоречию, что, значит, депт это альфа плюс один. Окей. А, сайз t это n. Значит, что? Единица поделить на альфу в степени d депт. x нулевого. Меньше либо равно n. Ок. Ну, кажется, все. Возьмем логарифм, да, и у нас получится, что депт от x нулевого меньше либо равна или противоречие. Противоречие. есть хорошо таким образом мы про корректность все поняли есть ли вопросы окей я надеюсь что их нет потому что я очень хорошо все объяснила и все все поняли не потому что никто не следит или кто-то не следит ладно хорошо вот корректность все все корректно все хорошо теперь нам конечно же нужно проанализировать время работы и на это у нас осталось 15 минут хорошо ну вот с корректностью я бы хотела ну хотя бы перевернуть это дело или кто-то кому-то еще нужно да у нас здесь есть делит например а здесь у нас есть insert со временем работы следующее про search все понятно потому что из-за инварианта 1 у нас есть логарифмическая глубина логарифмическая высота точнее дерево и поэтому все в порядке про insertions and deletions вот здесь вот у нас будет амортизированный анализ и амортизированный анализ мы будем делать методом accounting метод что это такое вот где бы мне рисовать ну по крайней мере можно тут ну ладно я думаю что вот это мы запомнили что не то губка отлично буду вот это мы запомнили за что мы боремся и вот это наверное мы тоже более не запомнили у нас есть делит insert хорошо так что мы будем делать вот у нас есть дерево и ну вспомним вот этих работников туристического агентства с автобусом значит у нас есть дерево у нас есть какие-то там элементы каждый раз когда я рисую дерево она почему-то очень сбалансированная ну ну ладно мы будем им давать деньги и еще у нас будет еще копилка вот копилку я назову jar так чтобы уже все по-английски было деньги у нас будут рубли потому что мы в россии вот каждый раз когда мы каждый раз когда мы вставляем что-нибудь мы будем просить у наших клиентов которые решили ну это вставляют логарифм рублей плюс плюс 1 нет просто логарифм рублей значит вот допустим мы вставили да на самом деле следующее мы вставили какой-то элемент сюда и мы говорим окей заплатите пожалуйста плюс 1 всем на пути от от него до корня да вот плюс 1 рубль ну один попросим мы мы этому тоже единичку даем так что попросим за за 1 1 вот хорошо а когда мы будем удалять то мы будем тоже просить плюс один на вот таком вот пути и еще плюс 1 сюда так ну это наверно куда-то надо записать так вот я напишу плюс 1 на пути а делит плюс 1 на пути так на пути и еще плюс 1 в копилку так это наше правило по которому мы будем просить денег значит дальше мы хотим доказать следующую теорему но вот я не знаю insert морганер на стирать это губкой значит теорема правило амортизированную нашу стоимость модификации дерева козла отпущений я звучит следующим образом если мы начинаем с нуля у нас ничего нет и потом значит делаем последовательность последовательность any sequence любую последовательность of m делится or insert мы потратим total cost такая вот это неважно потому что у нас большое он ну в принципе двоичный вот а значит отлично вот это и будет наше утверждение по поводу амортизированной стоимость значит как мы будем его доказывать но я уже начала его на самом деле доказывать говоря вам про вот эту вот схему с оплатами значит у нас есть такая схема оплаты и во первых мы посмотрим что а а когда мы сделали последовательность m делишинс о инсершинс мы действительно у них попросили м лог м рублей не больше да ну почему не больше ну потому что мы сделали m операции каждый раз у нас путь из-за из-за варианта 1 логарифмический а а теперь нам надо доказать что того что мы собрали тех денег которые мы собрали нам хватит на то чтобы сделать все операции начнем с удаление значит удаление просто хватит денег из копилки каждый раз когда мы делаем rebuild значит при удалении нам хватит денег из копилки а больше нам собственно а а значит здесь важно что что это занимает логарифм так это занимает константу это занимает константу что у нас есть собственно только rebuild здесь все остальное это ну вот логарифмическое удаление в дереве поиска и бинарном и другие всякие константные операции rebuild как мы уже выяснили занимает линейное время от количества узлов ну вот сейчас конкретно в дереве так хорошо значит нам нужно то есть когда мы не делаем rebuild нам всего хватает нам просто хватает денег которые мы попросили у них вот на пути ровно столько нам и нужно а когда мы делаем rebuild то утверждается что нам хватит того что в копилке так вот почему значит когда мы последний раз делали глобальный rebuild или когда мы начинали вообще с самого нуля у нас максайз это был значит ну мы устанавливали максайз равным значит размеру дерева окей а а теперь у нас случилось это для из-за этого мы делаем rebuild давайте подумаем сколько вообще удалений произошло между этими двумя событиями значит нам как как минимум нужно было удалить максайз может быть больше может быть больше но как минимум максайз минус n правильно то есть у нас что случилось у нас был последний rebuild мы установили максайз равным размеру дерева после этого мы видимо на 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 вставляли чего-то максайз у нас повысился а теперь у нас проблемы ну окей значит нам нужно было еще все это удалить да чтобы были проблемы так вот удалили мы максайз от t минус n как минимум значит столько как минимум у нас есть в копилке мы же за каждое удаление просили еще плюс один в копилку а хорошо и теперь нам только достаточно доказать что этого это у нас есть в копилке нам достаточно доказать что это большая омега от n вот вот что мы хотим доказать если это так то у нас в копилке как минимум есть линейное количество рублей от того что нам нужно и мы собственно можем перестроить наше дерево окей а хорошо сейчас я проконсультирую со своим конспектом пока что понятно так а так вот значит максайз от t у нас больше чем одна альф т на n почему это так но это видимо из-за этого да больше строго даже ну из-за того что мы вообще собрались перестраивать дерево ну собственно минус n и все то есть эта константа больше ну что больше нуля ну альфа у нас меньше единицы если мы единицы поделили на что-то меньше единицы у нас получилось больше единиц вот ну окей даже замечательно ну все собственно этого достаточно нам чтобы перестроить все дерево нас в копилке оказалось достаточно рублей чтобы все было хорошо то есть ну опять же идея была такая что мы каждый раз когда удаляли мы что-то там откладывали причем константное количество и теперь у нас хватило отложено отложенных там денег я не знаю чего-то сил чтобы сделать эту большую операцию rebuild окей ну вот с инсертом у нас да так что удалить так это не то где у нас insert а я удалила insert какой кошмар так ну вот я не знаю можно попробовать сейчас это все рассказать но у нас одна минута до конца занятия вот наверное можно спросить хотите вы в следующий раз это услышать или хотите сейчас это услышать но это займет немножечко времени минут пять точно займет вот как мне тактовать ваше умолчание да что не нет не 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 25 так хорошо что стереть что стереть что стереть ну в общем с insert у нас было понятно мы просто искали козла отпущения и значит перестраивали окей значит чтобы доказать что insert у нас хватило мы сделаем следующее что денег которые мы взяли у нас хватит чтобы перестроить под дерево козла отпущения сделаем следующее мы рассмотрим мы рассмотрим инвариант который называется им баланс от ну от узла значит это будет размер левого минус размер правого ну по модулю все и значит у нас такая лемма перед тем как мы перестраивали что-то во время вставки перестраивали дерево козла отпущения с у нас им баланс значит я скейп год обзову у им баланс от у омега от сайз от у почему этого достаточно сначала давайте да посмотрим почему этого достаточно ну значит значит в момент x момент 0 когда у либо был вставлен либо последний раз перестроен им баланс был меньше либо равен единице а теперь собственно когда мы следующий раз пытаемся перестроить у им баланс значит большая омега от размера у ну так значит что значит в у скопилось денег которые ему заплатили во время вставки достаточно потому что ему платили каждый раз когда вставляли что-то в его дерево ему платили каждый раз когда вставляли что-то в его дерево Значит, теперь мы говорим, что у нас есть большое дерево и маленькое дерево, и разница между ними в размере уже вот такая. Это значит, что ему как минимум заплатили, чтобы вставить вот всё вот это, что есть в этом, но нет в этом. Правда? Ну, то есть вот так, да? То есть это у нас, допустим, разница в размере. Вот эти все были вставлены. После того, как в прошлый раз мы либо перестраивали дерево У, либо просто его вставили. Ну, так значит, нас хватит денег, которые мы отложили здесь, на то, чтобы перестроить дерево козла отпущения. Отлично. То есть с этой лемой мы докажем теорему. Ну вот, осталось доказать лему. Оно техническое доказательство, значит, ничем таким особенным пользоваться не будем. Мы просто вспомним, что козёл отпущения не сбалансирован по весу. Да, это на той доске. Значит, это значит, что либо правый, либо левый, значит, там два условия, да? Но мы допустим, что левый. То есть у левт, сайз больше, чем альфа умножить на сайз у. Теперь мы просто это распишем как сайз у левт, left от у, плюс сайз right от у, плюс один. Попробуем. Когда мы это подставим сюда, перенесём вот это сюда и запишем формулу для имбаланса, у нас получится то, что мы хотим. Что, где вот это? Значит, смотрите, что такое размер у, да? Это размер его левого под дерево, плюс размер его правого под дерево, плюс единичка. Да. Вот. Ну, в общем, здесь просто осталось сделать алгебру. Ну, можно считать это упражнением тоже. Ну, в общем-то, и всё. Всё получилось. Есть ли вопросы какие-то? Да? Каждый раз, когда мы вставляем что-то, мы вставляем его в лист, то мы кидаем деньги тому самому листу плюс всем, кто на пути от него к корню. А где мы пользуемся тем, что мы на пути тоже кидаем вот эти денежки? Значит, здесь мы сказали следующее. У нас имбаланс вот такой, мы это доказали, ну, доказали, вот по модулю делания алгебры, значит, одно под дерево больше, чем второе намного, значит, мы здесь всё время вставляли вот эти все вещи, а когда мы вставляли, мы платили всем на пути от них до корня, в том числе и у. Как мы понимаем, что здесь линейный размер? Нам надо просто сказать, что… Почему нам достаточно линейного, чтобы перестроить? Почему нам достаточно линейного, чтобы перестроить? Ну, это мы обсуждали, это мы просто… вот тут вот было стёрто, да? Это мы просто возьмём в массив, всё запишем, то есть мы сделаем in order walk, запишем всё в массив, а потом построить из отсортированного массива бинарное дерево, идеально сбалансированное. Ну, можно тоже считать, что это упражнение, да? Это можно сделать за линейное время. Да? Есть ли какие-то реальные практические приложения, где вот эти деревья какого-то упущения не посчитаются как разночёнными деревьями? Да, и здесь, смотрите, можно настраивать его хорошо вот по этой альфе, да? То есть если мы хотим, чтобы у нас… то есть мы знаем, что у нас… что там… будет часто искаться, но не часто изменяться дерево, значит нам что нужно сделать? Нам нужно сделать альфу поменьше, тогда мы будем… Если мы будем часто вставлять, то нам, видимо, нужно сделать альфу побольше, да, чтобы меньше перестраивать. Так. Ну, всё, на сегодня всё. Спасибо. 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 Спасибо.